добрый вечер будет вообще в принципе вот ну по есть такое слово имидж по имиджу рок-н-рольщик ну то есть там не знаю вино табак женщины волосы косухи все как подачи это откуда из увлечения бетлами или в принципе вот характер и натура как вам сказать это свобода а как вы относитесь кстати если про свободу к тезису существует такой тезис что перестроечные журналисты и рок-музыка развалили советский союз вот эти два компания ну мы все знаем кто развалил совет вы часто упоминаете что увлечение музыкой вообще как таковой началось с битлз а вы хотя бы вот одну песню можете кроме если вспомнить ну конечно бакомью и соса или там мишель ну конечно конечно и это битлз это понимаете мы жизни иногда добиваемся успеха иногда нам дарят этот успех от бога приходит вдруг если честно служишь работаешь честно чисто то от бога от бога приложится вот убит он тоже есть шедевры у страдивари тоже есть шедевры и есть просто бренд есть качество да у битлз также поэтому вы не напрасно сказали естеды потому что это все-таки лучших песня ну конечно потому что там и там еще и еще есть еще десяток можно назвать что из вообще за песня битлз без ударных я не знаю барабанов нет это не битлз вообще по мне если взять какой-нибудь шедевр классической музыки и подложить ударную сетку то может получиться потрясающий блюз например там raw или можно взять по ванну об этом еще говорил евгений федорович светланов тоже что собственно говоря вот эти мостики соединения жанров это самое интересное у битлз замечательные гармонии и мелодии то что они делали как все в то время там ну скажем running stones или другие группы это тоже было замечательно но это было модно обитывался одновременно были вечными сразу 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 ровно что он скажут уважен satisfaction одна из любимых песен нет а это вообще единственное которую я помню уже не станут смотрите садисфекшен все больше кстати полная противоположен съезд и потому что не скажешь нам только риф практический и вот этот напор вес туда и там все-таки этой мелодии гармонии совершенно разные такие стихии у россини в опере путешествие время есть ария это абсолютный рэп я вообще считаю что российский родоначальник рэпа потому что там таможенник представляют иностранцев на одной ноте и говорит текст даже в одном из новогодних концертов я попросил моего сына я спросил а ты знаешь какого-нибудь человека который вот такой уличный рэповец вообще знаю попытаюсь найти найти и вот в новогоднем концерте сказал что россине родоначальник рэп и и сначала мы исполнили арию из оперы путешествие время а потом вышел нормальный уличный рэповец молодой парень который читал и и люди в этом убедились что я хочу сказать что в общем поиски и это что существует это это всегда было и будет то как это оформляет общество в зависимости от системы политической или социальные возможности всяких от национальных каких-то понятно традиций это это украшает разнообразит а так все все было и все есть и все будет про разнообразие вот ваш эксперимент как и как я считаю это эксперимент с хабетским то что вы делаете по центре экзопери выбор исполнителя это был результат какого-то кастинга или вы сразу увидели хабенского в этом амплуа мы про маленьком здесь очень все все гораздо проще костям сам был очень увлечен этим и вообще меня как бы втягивал в эту ситуацию потому что он сам это хотел и сам обратился к режиссеру виктору крамеру и и в общем и мы вместе потом помню даже это место где мы обсуждали не раз он очень загорелся этой идеи это вообще это его не ваша для для всех это в большей степени конечно пошли от чем ну по музыке я бы тоже сказал что конечно это смотря потому что вся музыка ушла от меня вообще мучитель как но я имею ввиду как руководитель вы человек который выживает из подопечных все что они могут или вы даете возможность людям маневрировать что-то не может но предлагает что-то свое это очень очень интересно сейчас если бы я смотрел наши с вами интервью встречу но скажем по телевизору да я бы сформулировал это гораздо проще но поскольку мы участники так нет вы сформулируете как как вам это всегда по-разному происходит и но в принципе если есть единомышленники в оркестре а их много допустим возьмем маленький оркестр знаменитый который грэмми получил солисты москвы если я с ними не встречаюсь 10 дней или две недели то то что казалось мы одинаково чувствуем и понимаем выясняется через две недели что работают индивидуальные планы какие-то космические у каждого и я всегда знал что вот этот человек он больше за виртуозность а этот больше за ансамблевость а это будет и вот через десять дней ну две недели выясняется что все опять оказываются на своих местах то есть гораздо сильнее сама жизнь каждого индивидуума но плюс вот в чем если я приехал к чужому оркестру там английский камерный оркестр там индус чем был к своей или или амадеус там или не знаю но разные другие там надо много работать часов а здесь когда я прихожу к своим то через десять минут мы опять становимся в целом да потому что они уже столько лет уже и тогда то о чем вы спрашиваете конечно тут диктат должен быть потому что нужно организовать это очень просто можно даже показать механически это скорость ведение смычка или скорость вибрации или погасить свои какие-то желания и и осознать что вот эта твоя нота она средняя она должна быть для того чтобы общая гармония вибрировала надо сыграть ниже а ему то хочется или ей хочется то выше потому что эта нота тяготеет в следующую поэтому естество диктует а тут надо подчиниться подчиниться и и принести пользу но подчиниться общему целому и вот с моим с моими коллегами это может вернуться за 10-15 минут после большого перерыва сторонним коллективу там надо про сторонним нужно те же самые 20 лет работать чтобы прийти на действительно это так сказать про 20 лет очень интересным википедии в статье про вас написано что в 1986 году создал коллектив солисты москвы кликаешь по солистам москвы выходишь на статью википедии по солистов москвы то начинается в 1992 году башмет создал то есть имеется ввиду вот этот новый коллектив который вы набрали из молодых после того как расстались с коллективом который наполовину остался во франции имеется ввиду как вы считаете все таки надо ли рассказывая о коллективе совершенно игнорировать вот эту историю которая была до 92 года все-таки с 86 по 92 достаточно большой и насыщенный путь был сейчас хорошая дистанция временная для того чтобы действительно точку поставить да давайте поставим на данный момент да опять таки дело в том что надо представить себе ситуацию при которой мы жили здесь у себя дома на родине жили так что либо не было товара продуктов и всякой товар всех людей либо если он был не было денег и в общем время было очень трудно и и все коллективы старались камерные наиболее знаменитые это были виртуозы москвы спивакова лиана исакадзе грузинский камерный оркестр все старались уехать вообще и имели эту возможность в отличие от многих других людей я тоже тоже занимался этой проблемой начинал переговоры и в результате мы чуть ли не первые как раз и уехали но я-то не переезжал и в здании филармонии московской я помню как мы поднимали руки голосовали и все подтверждали что это время что это на три года контракт и так далее у меня было семь адресов и оказался самым таким дерзким и быстрым мэр города мампелье во франции южный на море такой город вот он просто не позвонил и сказал если ты это правда вот готов сделать то я тебя завтра жду для подписания контракта потом было это собрание у меня подняли руки все понимали ну что они временно выезжают конечно я чувствовал что это не временно но но хотел чтобы это было именно временно затем мы выехали что и здесь вот такая вот такие метаморфозы произошли я раньше много гастролирующий за рубежом возвращался в москву мы репетировали и потом ездили на гастроли и по стране и по другим странам а теперь я был из той самой какой-то россии плохой для них потому что они стали жить мобилье причем и было 20 человек а в результате выехала 80 там с чем-то собаками с семьями и так далее а я как раз не переезжал мне не было там никакой недвижимости или там в гостинице два дня жил мы репетировали дальше ехали на гастроли и вот я перестал быть таким который гастролирует и все я я стал вот таким плохим русским плохим российским да но конечно не все там предатели но в принципе это 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 была очень большая для меня душевная трещина трагедия я решил что больше не буду брать на себя такую ответственно втором году собрали коллектив из молодых и перспективных технически это все-таки был над на том этапе девяносто втором году более слабый коллектив чем тот который остался во франции я вам прямо отвечу если вы сейчас встретите молодого человека мальчика или девочку возрасте 20 лет и можно простить любые дерзкие ошибки потому что мы увидим эту искренность мы увидим эту энергию поэтому коллектив был в этом смысле сразу лучше а даже так потому что в том коллективе я не был старшим по возрасту я был где-то скорее моложе всех они меня выбрали как торпеду я думаю они там нет предложили свое время там много было питерцев замечательные музыканты но и но их было очень трудно переориентировать потому что если человек вот имеет какое-то прекрасное качество которые его отличают по профессии от всех остальных его убедить в том чтобы он бросил курить например когда ему 50 лет очень трудно потому что это это очень сложно уже поменять меня мама я помню как предупреждала все время боролась с моим курением я и сказал я тебе обещаю когда я почувствую что это правда плохо влияет на мое здоровье я брошу мама да не почувствую мамы давно нет я давно почувствовал нам очень но не бросил но не бросил а здесь заставит человека играть по-другому вот например мне нужно в этот момент чтобы звучал орган в оркестре чтобы была имитация скажем звучание органа для этого мне нужно чтобы я знаю как это сделать сам я ему объясняю но он он не может сыграть по-другому вот вот это вот то что в нем лучшее есть он это и демонстрирует и использует а вот чтобы он сыграл без вибрации там другой скоростью смычка другим весом но не может также как он не может бросить курить и тогда я был моложе и мне было труднее когда я пришел на первую репетицию со студентами которые сегодня очень известны солисты москвы это случилось по предложению ниночки львовный дарляк была супругой риктор и она сказала мне дословно это было возле памятника чайковского во дворе консерватории мы встретились случайно она сказала юрочка сейчас очень многие уехали а у нас преподаватели а у нас очень много молодых талантливых музыкантов вы должны перевернуть страницу и начать все сначала это вообще ее было идея так и так возникли мне очень помог тогда алекс слободянек виктор тетяков саша рудин они очень меня поддержали я вдруг оказался без оркестра декабрь представьте себе три концерта в большом зале консерватории оркестра нет потому что они остались и вы сказали половину весь оркестр расстались проголосовала там до 1 1 треть по состоянию здоровья и не явилась другая треть проголосовала против еще одна треть за меня но потом был суд и который все было очень грамотно сделано немало денег стоило мне и и имя осталось у меня и таким образом новый уже состав которых я все-таки решился он имел ровно 80 концертов за границей в кармане потому что все менеджеры им было неважно они сказали да вообще без оркестра ты давно сам соло не играл и у меня в кармане остались энгажементы все поэтому новый коллектив он собственно вот на этом эмоциональном молодому таком рай да траве как раз и выступил тут же значит в афинах это мы открывали зал который 17 лет строился и до сих пор этом герой из-за этого потому что вот мы открыли тот самый зал главный в афинах и потом в плеели в париже и вот это все эти были совсем молодые ребятки вот так что мы сразу стали выступать у нас было 80 концерт во второй части программы как раз поговорим о рихтере о ваших соратниках наставниках и друзьях помню когда вы рассказывали о знакомстве с растроповичем вы сказали что достаточно быстро через какой-то момент вы перешли несмотря на огромную разницу в возрасте перешли на ты а с рихтером никогда так и не состоялась вот это вот фамилиарное общение почему потому что это разные темпераменты или это разные масштабы мастерства или почему с кем-то можете перейти на ты с кем-то не готовы какой вопрос замечательный это же еще и традиции это например ленинградской петербургской да сейчас консерватории преподаватели и профессора обязательно обращались к студентам по имя и отчеству а в московской это совсем не обязательно было скорее было ты к студенту это я имею в виду профессор студентами между ректором и растроповичем несмотря на обоюдное восхищение между ними у них все-таки они абсолютно разные гении по характеру по если говорить про трактовки музыкальные тоже они абсолютно разные растропович со всеми быстро переходил на ты причем заставлял послать его матом это после румашки наверно и и выпить там рюмку и и тогда ты сможешь он говорил любому я был свидетелем неоднократно это с ним я помню что у меня такой как шестеренка без масла нас повернулась но я это сделал все а когда мне предложил директор это же я отказался он сказал ну хорошо тогда и я буду на вы но я буду так юра вы все а почему вот вы задали вопрос я не не потому что он растропович был скажем менее гениальным для меня и какой-то не такой легендой как ректор совсем не поэтому потому что растропович еще был и таким нормальным пацаном в общении а рихтер в чем-то был еще ближе но 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 по-другому он все равно всегда он был театральным человеком очень он все выстраивал даже даже неаккуратно криво одета кепка например это все равно было выстроено это не про это не так как люди видели это это не то что он действительно спешил схватил кепку одел как там значит и пошел на улицу нет он он видел себя в зеркале выходят но это не говорит о том что ни в коем случае не хочу сказать что он какой-то был неестественные или но он всегда видел себя со стороны он был очень театральным человеком и он тянулся к театру вот при какой-то определенной встречи общественно значимый он мог специально одеть галстук какой-то ну необычная такой закарпатской западноукраинской такой тесемочку значит одеть и сидеть в такой позе столько сколько нужно хоть два часа без движений он выстраивал это аростропович был более по жизни я бы сказал импровизационным и сиюминутным что ли эмоционально он себе позволял вот эти все импровизации вы когда лепите закарпатский сразу вспомнил о том что ваш родитель называл вас человеком львовской национальности ну имея ввиду вот что вы из львова и вот выросли там и вот усвоили все что культуру вот эту за западной украины люба чем не западной украины за абсолютно отдельная как бы цивилизации вы считаете вы когда не сможете поехать во львов когда ситуация между нашими странами нормализуется и башмин сможет выступать вы знаете я откровенно вам скажу что вот я просыпаюсь неважно что было вчера и когда я лег спать и что и что произошло я просыпаюсь и вместе с этим моим просыпанием возобновляются какие-то ценные для меня очень ценные по жизни каждый день я вспоминаю о своем учителя я вспоминаю не потому что я хочу это делать да а это происходит вместе с первой чашкой кофе сигаретой я вспоминаю маму папу дедушку брата учителя растроповича рихтера спивакова третякова наташу гутман вот почему то у меня это каждый день заново все как бы это мои ценности самые главные вот вот они просыпаются вместе со мной потому что я жив и я также часто думаю почти каждый день о том когда я вернусь во львов то о чем у меня сейчас спросили конечно вернусь запрещен по моему вместо официально мне никто об этом не сообщал но через facebook и всякие другие технические возможности через моих детей которые в этом я вообще не пользуюсь мне я не нахожусь в соцсетях вот но я но там предупреждали просто очень серьезно что вообще убьют но например знаменитый был несколько лет назад после крыма крымской истории в европе все заговорили о том что меня исключили из состава почетных профессоров львовской музыка вы об этом не знали а когда хоть и я благодаря этому узнал что я им был на самом деле я не никто ничего не вручала не сообщал но когда они меня исключили я узнал что я им был на самом деле там мне никакой обиды нет я их очень хорошо понимаю но тех людей которые меня учили нет там их нет там даже нет моих одноклассников но я уверен что я туда приеду это удивительный город это не австрия не польша не венгрия это абсолютно и не зальцбург это абсолютно отдельная потрясающий оазис культуры а теперь я вас рассмешу у меня был такой случай в мюнхене в том зале где я всегда нервничаю также как большом на дворе маршрут рю московский года когда да 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 а после этого концерты много лет подряд в этом зале резиденции королевской он очень такой страшный зал потому что он как пенал длинный с очень хорошей акустикой и в артистическую невозможно просто войти публике поэтому приходит с цепью такой фуражка значит смотритель идет к вам посетители можно пропустить и блюдо и вот входит мужчина с ним две женщины все возрастные так 70 примерно лет женщины в шляпках баварских с перьями а дело в том что очень много лет в программках вот программы концерта да и там написано там есть биография исполнителя данном случае я говорю о себе и очень часто много лет путали писали родился в таком-то году в украинском городе ростове-на-дону или в россии в городе львове или в советском союзе город львов и вот и бесконечно это путаница вошел этот мужчина высокий стройный две дамы с ним будет только жить будь ласка то дейс нашу визе львова значит это правда что вы из львова я говорю да ну по украинской отвечаю да он поворачивается дома то я скажу шутике украинская душа может рад что еще ну что их расстраивать что ли вы родились в ростове лет вам было когда для родители но конечно и но я был я теперь почетный гражданин ростова-на-дону там есть фестиваль один из многих моих фестивалей там академия работает международная моя но на самом деле конечно меня воспитал львов и это что там то как люди вообще образ жизни оценки вкус стиль там он вообще не тронут город он не был разрушен абсолютно во время войны потому что местные жители воспринимали немцев как освободителей потому что они даст они к этому моменту еще не были готовы 30 каком девятом году они их присоединили к советскому союзу а в сорок первом вошли немцы поэтому это были освободители для них на самом деле все не так просто но многие действительно воспринимали поэтому его не бомбили и город сохранился будет реставрирован и так далее но люди очень непростые потому что смесь тут и русская и украинская и польская и австрийская и венгерская кровь и люди непростые и культура они ведь в свое время открыли город сделали совсем открытым для торговли и таким образом у них не было черты оседлости и там есть армянская улица еврейская улица действовали и синагоги даже в советском союзе не нелегальный но действует дедушка дедушка приходил и мне приносил мацу вы когда говорили про ленинградские традиции я по ассоциации вспомнил о вашем сотрудничестве с так называемой группировкой ленинград сергей шнурова ну каким образом когда вас свела судьба это снимался фильм оса 2 сергей соловьева да и и особо даже и не знал существование такой группы вот но когда я встретился и потом я вдруг понял что он невероятно открытые талантливый человек но уже во время съемки я его очень уважаю за вообще принимая восхищаюсь талантом вот и все так же как многими другими нашими по разным я бы сказал категориям но например я в полном восторге кобзона от аллы пугачевой и ну так чтобы вы представляли себе маршала мне мне очень нравится да земфира хотя мы так и не сошлись на сцене пока вот а что касается моих проектов не связанных с классической музыкой это это мне всегда очень интересно и театр и кино и в некоторых фильмах я так и не снялся но я не считаю себя но нет уже пробы были там я помню крейцерово соната например янковский настаивал чтобы это был я и мы с ним тогда и как раз общались я прошел пробы мне наклеили усы надели в белый старинный смокинг и но это совпало с моими гастролями в японии и они не могли двигать съемочные дни и ровно вот этот месяц три недели я был в японии я помню я не мог заснуть и решил моя специальность настоящая это это мои гастроли в японии я должен играть там дирижировать и поэтому однозначно выбор пришлось вы там для императорской семьи по-моему играли или это не во время это эти гастроли было когда вы общались я не помню вот это я не помню когда это было но это было это было но там вообще замечательно то что не растрополич еще сказал стоит мое время уходит а твои приходят я горюк в таком смысле но я этого учил на вилочере императора а его сын артист спеть и выше учить и мы с ним сыграли он очень профессионально это сделал вы знаете что ваше имя по-японски обозначает юрий знаю белое лилии да это мне сказал императрица вообще в нее тогда влюбился я не знал что такое бывает ей был не было лет 35 40 а и 64 и она она меня принимала и мы с ней сыграли сэмсанса лебедь у нее прекрасное звукоизвлечение она вообще играет на рояле и на арфе но это было потрясающе в принципе влюбчивый человек да вот чем дальше тем туже в этом смысле кстати к про моцарта я знаю что вы во сне написали произведение которое потом по мнению стропович оказалось реки был такой да 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 часто вообще во сне вам снятся мелодии нет это было 1 может быть не 1 но это редко 2 3 может быть конечно главное успеть вот я быстренько спустился в комнату где рояль и писать вот у нас же у всех это есть что-то приснилось что-то и не можем потом вспомнить все надо успеть как-то зафиксировать словами или вот я успел к клавишам подбежать и наиграть и потом в течение не меньше года очень хорошие музыканты марта аргрид например или мария жуалу переш тоже пианистка и многие другие дети третяков мой друг я им всем наигрывал игры я мучаюсь я не понимаю на что этот код на что это похоже и в конце концов так случилось что ночью на после концерта на фестивале у ростроповича эвьяне я с его дочь дочери мы остались и там гостиницы баре там был рояль уже все ушли спать вообще никого не было и и вот мы музыцировали и в том числе я наигрывал эту мелодию говорю вот представляешь какой ужас и так не могу никак сам сообразить и никто не может марта просила эту пьесу на бис я искал все хорошо но нет коды она ведь ну теперь не трудно сделает там несколько тактов окончания но я так и не сделал и вот это было все в процессе потом галина павловна рассказывала как он волновался что она до сих пор не пришла в номер не легла спать дочка но позвонил ему сообщили что они там сидят в баре и музицируют вот утром он строго на меня посмотрел я говорю он заставлял своих близких называть друг друга стаик стаик я ему я бы устали дело в том что вот на самом деле такая история и так и не разгадали а сейчас можешь играть я буду и мы пошли к этому же роялю я ему сыграл вот это знаменитые его три пальца в лысину громко то ему но ему но ему понадобилось примерно внутри минуты на самом деле там маленькая деталь никто не узнал не давала возможности мне и тем кому не играл угадать это вот он угадал мы эту беседу как раз начали с растропович и из того что вы с ним общались на ты в качестве коды нашей беседы будет такой вопрос с вашим другом владимир владимировичем путина которого называют самым влиятельным человеком на планете земле вы на ты или надо на вы но даже если был бы на ты сказал бы вам что на вы я ответ ответ усвоил надеюсь что зрители тоже усвоят тогда и всю нашу беседу огромное вам спасибо спасибо